В Краснофлотском районном суде выслушал приговор 36-летний наркокурьер из Новосибирской области, который организовал перевозку и сбыт особо крупной партии наркотиков. По делу изъяли более 13 килограммов запрещенных веществ, как растительных, так и синтетических. Получал нелегальные посылки фигурант на территориях, граничащих с Украиной. Несудимый мужчина вступил в ОПГ осенью 2021 года, после того, как ему на телефон пришло предложение подзаработать. За работу курьером фигуранту пообещали более тысячи долларов в неделю. Мужчина сразу начал работать с весьма крупными партиями, забирал их из одного места и перевозил в другое. Куратору нужно было присылать фотографии тайников с координатами и описанием местности. Задержанный рассказал, что один раз не нашел в указанном месте увесистый клад и теневой начальник заставил его пройти тест на детекторе лжи. Полиграф проходил в Москве. Прошел полиграф. Вопросов ко мне не возникло. Чаще всего общались по телефону уже после полиграфа. Отношения были доверительные. В феврале прошлого года ленд-крузер курьера остановили на посту у Хабаровского моста. Фигурант приехал в краевую столицу с собакой. Наркотики были тщательно спрятаны. Одна часть находилась в спинке заднего сиденья, а другая – переднего пассажирского. При въезде в город Хабаровск-Молоченко был задержан сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю. Во время досмотра транспортного средства правоохранители обнаружили и изъяли 3 килограмма наркотического средства, производного N-метилофедрона, а также 500 граммов смеси гашиша и героина. Задержанный решил сотрудничать со следствием и рассказал о сделанных им тайниках. Правоохранители изъяли по пути следования мужчины еще 8 килограммов синтетики, 2 кило смеси гашиша и героина и 200 граммов марихуаны. Таким образом, ФСБ предотвратило поставку в регионы ДФО около 20 тысяч разовых доз стоимостью больше 60 миллионов. В ходе предварительного расследования обвиняемым было заключено судебное соглашение о сотрудничестве, выполняя условия которого последний сообщил сведения о тайно сокрытых им на территориях Орловской, Курской, Магаданской, Новосибирской областях, также Ханты-Массийского автономного округа Республики Саха и Пхуте в наркотических средствах. Также обязался дать сведения о лицах, причастных к незаконному обороту наркотического средства. В последнем слове мужчина был не особо красноречив, но сказал, что сожалеет о содеянном. Приговор оптовому закладчику не так уж и суров. Семь лет и три месяца колонии строгого режима. С места происшествия Анастасия Манина и Андрей Алферов.